Первое, что бросается в глаза, фасад Захаровского Дома культуры. Белокаменная колоннада, радиусная мраморная лестница – это дворцовый стиль, эпоха классицизма. Второй этаж сверкает глянцем и зеркалами после реконструкции. Кажется, он стал просторнее и называется теперь галерея «Захаровский вернисаж». 900 работ, представленных на конкурс, выполнены в различной технике, но все они неповторимы, наполнены красотой мира и лучшими традициями православной художественной культуры. Оценивая их достоинства, Ольга Ляпистова, начальник управления образования, отметила, что творение юных художников доставляет не только эстетическое наслаждение, но и рождают в их душах высокие чувства добра, веры и радости жизни. Творческие конкурсы – совместный проект светской власти и духовенства. 13 лет назад, когда мы только затеяли этот пасхальный свет и радость, помню, первый приз мне тоже пришлось вручать бабушке, 6-летней внучке. И вручали вот здесь тогда, как бы не было другого места, ремонт шел на первом этаже. И когда я вышла, вручила грамоту, потом пасхальные яички вручили, деревянные, очень красивые, бабушка разрыдалась. И вот тогда мне просто, я поняла, насколько это важно. Идея проводить детские конкурсы, посвященные Рождеству Христову, Пасхе, принадлежит главе Захаровского поселения. А их название – «Рождественская звезда», «Пасхальный свет и радость» дали два директора – супруги Винницкие. Ольга возглавляет Центр детского творчества «Пушкинская школа», Владимир – Дом культуры. Торжество начинается с молитвы «Отче наш». Ведущий праздника – Владимир Винницкий. В конкурсе приняли участие 19 воскресных школ, 37 общеобразовательных учреждений, 3 учреждения дополнительного образования для детей, 46 дошкольных образовательных учреждений, 12 учреждений культуры, 372 педагога и воспитателя подготовили своих учеников к этому комплексу. Захарова сейчас, как бы, мы больше стали, как никогда, открывать всему миру. И, конечно же, здесь огромная заслуга одного человека, которого я сейчас приглашу на нашу сцену. Гость праздника – глава Одинцовского района Андрей Иванов. Он приехал не с пустыми руками. Его задача – поздравить всех с праздником и вручить гран-при трём участницам выставки. Татьяне Комаровой за композицию «Пасхальная трапеза», Ольге Першиной за портрет священника Ильи Старец и восьмилетней Снижанне Михальковой за работу «Библия. Светлое воскресенье». Но девочка уехала в Крым, доверив получить награду бабушке. Глава района выразил желание познакомиться с работами лауреатов. Он сразу обратился к Ольге, автору портрета «Старец». А что это за техника? Расскажи. Это угольный карандаш и белый карандаш. Я бы эту работу отцу Ильнику подарил. Я бы вам мог устроить встречу с батюшкой. Причем не просто батюшка, а действительно старец. Один из немногих старцев, которые ныне здравствуют. Много интереса. Да, и мы бы прям подарили бы. И очень сама беседа была бы интересна со старцем. Я думаю, что у вас большое будущее. Мы всячески будем вам помогать. Обязательно участвуйте и в следующие разы, и во всех наших мероприятиях. Мы вас видим, замечаем. Вы для нас звездочки, уникальные дети. Будем вам всячески помогать и содействовать. В зрительном зале продолжалось награждение дипломантов конкурса «Пасхальный свет и радость». Директор Пушкинской школы Ольга Винницкая назвала имена, а священник Гребневского храма Илья Деркачев вручал награды и подарки. В этот день их получили не менее ста человек. Победителей номинации «Самый юный» награждал президент Национального фонда социальных инициатив «Содействие» депутат Совета депутатов Одинцовского района Вячеслав Киреев. Это были самые трогательные минуты праздника. Станислав Трифонов, Галина Поликарпова, Евгений Муравлев, телекомпания Одинцова.